друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить 7 лайки ровно сутки остается до инаугурации байдена мы ждем это событие потому что прекрасно понимаем что та санта-барбара которую мы наблюдали до начала президентской гонки в момент президентской гонки потом уже после подсчета голосов все эти события непредсказуемые необычные исторические они скорее всего будут продолжаться и что-то точно интересно еще произойдет ну как минимум на что мы можем настраиваться предварительно есть риск социальных волнений протестов это реально может быть потому что мы помним насколько остро является сейчас конфронтация между республиканцами и демократами и власти новоиспеченной скажем власти демократов прекрасно сознают что такой риск есть и может реализоваться уже завтра поэтому вашингтон прямо сейчас подтягивает военнослужащих уже военные контингента практически насчитывать 30 тысяч человек друзья еще раз повторюсь история вершится на наших глазах мы должны держать руку на пульсе вот должны быть готовыми к любым сценариям ну и конечно же мы должны подходить к фундаментальному фону к к базе и основе в принятии инвест решений на долгосрочной основе давайте посмотрим на то что происходит с долларом сейчас индекс американской валюты 9066 и принципе с локальных максимумов которые мы видели вчера индекс уже корректируется максимум был почти 91 пункт я друзья настаиваю на том что доллар просто обязан с учетом всего новостного фона стоит 7 меньше и нам останется только после инаугурации байдена дождаться его первого выступления в конгрессе перед сенатом палаты представителей я думаю что в первые же дни произойдут необходимые нужные демократам кадровые перестановки мы поймем с каким кабинетом министров мы работаем но даже если опустить вот эти дополнительные вводные сто процентов даже двести процентов позвольте мне использовать такое выражение первое решение байдена это как раз реализация тех а мер экономического стимулирования на 1 и 9 триллиона долларов о которых я уже говорил ранее мы детально обсуждали куда пойдут эти деньги запомните друзья то что 1 триллион достанется домохозяйством через повышенные пособия единоразовые выплаты и так далее и кстати чтобы провести параллель например с индексом американской валюты с тем что происходит с фондовым рынком по аналогии с реакцией и поведением американских домохозяйства на фоне мер экономического стимулирования в двадцатом году я практически безошибочно могу сказать что примерно 300-500 миллиардов от этих почти одного триллиона долларов могут тем или иным образом оказаться фондовой секции поэтому если вас не интересует доллар он вам не нравится не знаю каким-то соображениям может быть вы понимая весь этот фундаментальный фон но все равно не хотите открывать короткую позицию посмотрите на фондовый рынок сша s&p который сейчас котируется на отметке 3783 пункта и реально сохраняет очень хороший потенциал на движение к новому максимум я думаю что будет какая-то амбициозная цель проход выше психологического сопротивления в 4000 пунктов конечно же бесконечно это ралли продолжаться не будет но друзья пока рынок развивается в предсказуемом однозначном тренде я думаю что нам не нужно мудрить и искать негатив там где его пока что нету коррекция будет может быть всем ближе к концу двадцать первого года может быть в середине двадцать первого года мы их следим за новостным фоном и как только первые признаки начнут появляться я безусловно обо всем вам расскажу что касается американского доллара снова как бы резюме у нас есть новый мир экономического стимулирования политика байдена сверх стимулирующая политика у нас есть фрс паул окончательно развеял слухи о том что американский регулятор может оказаться от амяка монетарной политики этого не будет у нас есть блок слабых макроэкономических данных остается только дождаться друзья реализации отработки всего вот этого новостного фундаментального фона принимайте решение открывайте позиции если опять же вы не согласны с моей позиции но пожалуйста аргументируйте свою точку зрения в комментариях я уверен то что ваше мнение очень интересно не только на мне но давайте разбираться давайте попробовать попробуем все таки взвесить все за и против вместе оценить фундаментальный фон я допускаю что что-то упускаю но если это так готов обратить достаточное количество внимания еще раз проанализировать тот или иной хим фундаментальный триггер который как мне кажется должен привести к снижению курса доллара и если будут для этого предпосылки готов пересмотреть свою позицию но мне почему-то кажется что а в плане фундамента я прав и считаю что индекс американской валюты долгосрочно друзья готовится к периодах затяжной ослабости золото 1837 вы знаете что новые меры стимулирования которые уже не такие уж и новые но масштабные приведут к росту инфляции соответственно поддержат курса драгоценных металлов евро против доллара есть по-прежнему вероятность того что пара может дать коррекцию к отметке 1 20 тем более что впереди у нас заседание европейского центрального банка в четверг и на волатильности такое движение но более чем нормальным но ниже отметки 1 20 я думаю что не пройдем повторю цели и прогнозы bank of america сити покупка покупка еще раз покупка с уровня 120 для тех кто по-прежнему не в длинных позициях я сижу в лангах и буду ждать себя пару евро доллар выше уровня 1 23 фунт против доллара 136 сейчас фунт получил поддержку снова на локальном ослаблении доллара и еще на самый масштабный пожалуй может быть даже самой эффективной программе вакцинации которая сейчас реализуется проводится в англии практически все возрасте выше 60 лет получили порцию получили свою вакцину будем надеяться то что эти меры будут крайне эффективными и англия сможет побороть подавить распространение очередной волны инфекции в том числе и новых а шансов я по фунту не меняю свою точку зрения потому что считаю что фунт стоит за экономикой которую ждут очень страшные времена я настраиваюсь на проактивность британского регулятора потому что банку англии в отличие от других регуляторов придется снизить процентную ставку ниже нулевой отметки нефть 54 91 локальный на нефтянку давит сейчас статистика из китая но это минимальные показатели экономического роста более чем за 40 лет и как мы помним в декабре падение импорта до минимумов практически за два с половиной года я думаю что впоследствии ситуацию хочется потому что в китае а сейчас очередная волна к вида которая основа приводит к пока что локальным ограничением но может быть дело дойдет до нечто подобного а связанного и относящихся к полномасштабному локдауну не дай бог конечно же но если это случится то конечно же проблемы с экономикой которые сохраняются для ведущего потребителя углеводородов должны будут ударить по позициям сырьевых инструментов рубль 74 здесь отдельная самая громкая тема это возвращение навального а в россию снова геополитические риски и снова ухудшение инвест климата я могу точно сказать друзья общаясь с коллегами которые анализируют российский рынок как всего лишь регион все они отмечают наличие в этом регионе одного значительного риска связанного с геополитикой только по этой причине россия остается мало привлекательной для того чтобы заходить в какие-то на инструменты я думаю то что ситуация с навальным останется пожалуй фундаментальной бомбой по крайней мере для российского рынка какое-то время ее будут обсуждать и если эта тема будет центральной снова выходим на риски повторного введения дополнительных экономических санкций со стороны запада для российской экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями короче доллар рубль ждем снова выше 76 77 доллар канадец длинная позиция сохраняется ждем заседания банка канады уже завтра решение по смягчению монетарной политики и потенциальная вкупе еще с коррекция цен на черное золото 1 30 но это точно как ближайший целевой ориентир снб уже сказал 4000 пунктов ближайший целевой ориентир bitcoin 30 тысяч 36 тысяч четыреста смотрим на индикатор настроений крипто фиры ингрид пока что он сигнализирует о том что может быть еще один виток распродаж и коррекции ждем 30 тысяч и ниже друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока